МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 28 апреля 2002 года. Красноярск. 12 часов дня. Местные телепрограммы прерваны экстренным выпуском новостей. Потерпел катастрофу вертолет Ми-8. На его борту находился губернатор края Александр Лебедь и еще 20 человек. Есть раненые и погибшие. По предварительным данным губернатор жив. Экстренный выпуск новостей увидела и жена лебедя Инна. В ту минуту она была уверена, что с мужем все будет в порядке. За 30 лет, что они были вместе, ей дважды сообщали о его гибели. И каждый раз он возвращался. И в этот раз она надеялась на чудо. В то воскресенье 28 апреля 2002 года Александр Лебедь был в праздничном настроении. Планировалось торжественное открытие горнолыжной трассы. Кроме представителей областной администрации, вместе с губернатором на открытие вылетела группа журналистов. Вертолет начал снижаться. До места посадки оставалось несколько метров. Неожиданно из-за поворота появились высоковольтные линии электропередач. На карте они указаны не были. Пилоты резко взяли вверх, но все равно они оказались слишком низко. Провода намотались на хвост вертолета. Он рухнул на землю. Восемь человек погибли. Среди них Александр Лебедь. Для расследования причин авиакатастрофы была создана Государственная комиссия. Александр Лебедь родился в Новочеркасске в 1950 году, 20 апреля. Его отец, Иван Андреевич, был учителем труда в местной школе. Мама Екатерина Григорьевна, донская казачка, всю жизнь проработала на городском телеграфе. Это была обычная советская семья, живущая от зарплаты до зарплаты. Денег постоянно не хватало. Особенно после рождения второго ребенка, Алеши. Но по сравнению с семьями заводских рабочих, они жили вполне благополучно. Когда в конце мая 1962-го правительство резко повысило цены, почти на 30% на масло, мясо и мясные продукты, дирекция Новочеркасского электровозостроительного завода еще и на треть срезала рабочим зарплату. На следующий день, 1 июня, на заводе возникла стихийная забастовка. Митинг быстро перерос в массовую демонстрацию и перекинулся на улицы города. Испуганные власти поспешили ввести в Новочеркасск войска. 2 июня 1962 года 12-летний Саша Лебедь запомнил на всю жизнь. В тот день по безоружной толпе демонстрантов открыли огонь. Он сам был участником событий в том плане, что по стечению обстоятельств оказался, ну, как любопытство, чисто мальчишеское, залез на дерево и смотрел. Ну, а когда начали стрелять, вроде как бы поверх голов, но тех, кто сидел, и он там вроде видел, что вообще одного паренька убили рядом с ним. 2 июня 1962 года в Новочеркасске было убито 26 человек. Около ста получили ранения. Это было первое в СССР массовое выступление рабочих против власти, но в прессе о расстреле рабочих не было сказано ни слова. Также никто, кроме жителей Новочеркаска, не узнал о генерале Шапошникове, который отказался давить людей танками. Спустя много лет, в 1991-м, Александр Лебедь поведет себя точно так же. Александр Лебедь с детства хотел стать летчиком. При школе был аэроклуб, и юноша пропадал там все свободное время. Однако мечте не суждено было сбыться. В Армавирское летное училище, куда он поехал поступать по окончанию школы, его не приняли. Его несколько раз зарубали, потому что то нос перебит был, да, когда занимался боксом, нос сломали, то гланды надо вырвать. А потом там была какая-то дурацкая система, что если три операции, неважно какие, например, нос, гланды, еще что-то, аппендицит, то тебя уже в летное училище не берут. Лебедь пошел работать на электроузостроительный завод. Решил на следующий год снова поступать в летное. Здесь, на заводе, Александр и встретил свою будущую жену. Инна Черкова была не просто красивой девушкой, но еще и секретарем комсомольской организации цеха. Лебедь ухаживал настойчиво. Каждый день приносил охапки роз, приглашал в кино. Александр Иванович никому не позволял снять пальто у Инны Александровны принять. Это он считал чуть ли не оскорблением. Он не разрешал никому подходить близко, пригласить Инну Александровну на танец, даже в какой-то очень тесной компании, друзей. У него сразу хмурились брови, у него это осталось на всю жизнь. Вот такое трепетное отношение к жене. Он женился, говорю, они мы самые первые. Они поженились через два года, в 71-м. Через год у них родился первенец, Александр-младший. Отец видел его нечасто. Инна с малышом жили в Новочеркасске. Александр в Рязани, где он учился в воздушно-десантном училище. Туда Лебедь поступил от отчаяния, провалившись в очередной раз в летное. Юноша решил, что десантники почти летчики. Училище он быстро стал лидером. Его назначили командиром отделения. С одной стороны, это было почетно. С другой, имело свои минусы. То есть ты на занятиях такой же курсант, ты получаешь такие же двойки, тройки можешь получить. И если здесь неправильно поставить отношения, только я начальник, а ты подчиненный, то учиться невозможно. В то же время гладить всех по голове, быть там добреньким для всех, ты теряешь качество командирской. Тебя все равно уже спрашивают, как с командиром отделения. По окончании училища Лебедя оставили командиром курсантского взвода, готовить будущих офицеров. Однако через какое-то время он стал настойчиво проситься в действующие войска. Отпустили его только спустя пять лет, в 81-м, в разгар афганской войны. Лебедь был отправлен в Афганистан командиром воздушно-десантного батальона. Но воевать ему суждено было недолго. Через год его отослали домой. В одном из боев он был сильно контужен. Тогда же Инна Лебедь получила в первый раз известие о его гибели. Штабной писак по ошибке написал «убит» вместо «убыл». Лебедя Александровна прислали официальную похоронку, так называемую. И какой-то короткий период. Ну, что она там пережила, я представляю. Это была не последняя война в жизни Александра Лебедя. В конце 80-х по всей стране вспыхивали конфликты на национальной почве. Лебедя, в то время командира Тульской воздушно-десантной дивизии, стали отправлять во все горячие точки Советского Союза. Баку, Сумгаид, Тбилиси. Официально это называлось миротворческие акции. Среди военных – южный вариант. Десантникам приходилось усмирять разъяренную толпу. Чаще всего они действовали на свой страх и риск. Письменных указаний не было, кроме устного туманного приказа навести порядок. Если операция проходила быстро и бескровно, их награждали. Если были жертвы, командование от действий миротворцев открещивалось. После событий в Грузии пресса активно набросилась на армию, обвиняя военных в убийстве мирных жителей. Газеты сообщали, что солдаты забивали старушек саперными лопатками. Лебедю потом неоднократно приходилось объяснять ситуацию. И так было не только в Тбилиси. Мы стреляли, ну, по крайней мере, в Кировобаде. Там была 25-тысячная толпа, которая выгнала местную власть, захватила центр города. Там была полнейшая безвласть в 88-м году. Я командиром полка там наводил этот порядок. Как понимал его и как думал. Вот я просто выстрелил из своих пушек поверх голов колостым снарядом. Один снаряд на каждую боевую машину. И вся эта толпа разбежалась. Да, кого-то там, наверное, по дороге, кому-то наступили на что-нибудь. Там что-нибудь оттоптали. Но все живые, все разбежались. Лебедь успешно продвигался по служебной лестнице. Одно звание следовало за другим. В начале 91-го его назначают заместителем командующего ВДВ. А через полгода после событий августа 91-го пресса изменила отношение к генералу Лебедеву. Его стали называть спасителем Отечества. В стране появился новый герой. Он действительно совершенно искренне, особенно с какого-то момента, считал себя исторической фигурой. А как известно, мания и величие делятся на два класса. Когда мания есть, а величие нет. И когда есть и мания, и величие. 17 августа 1991 года. Субтитры создавал DimaTorzok Августовский путь был попыткой отстранения от власти законного президента СССР Михаила Горбачёва. 20 августа должно было состояться подписание нового союзного договора, который превращал страну в союз суверенных государств. Члены ГКЧП, не желавшие перемен, выбрали момент, когда президент находился в отъезде и объявили о его отстранении от власти по состоянию здоровья. На случай беспорядков в столицу были введены войска. Грачёв метался между мятежным министром обороны Дмитрием Язовым и президентом Российской Федерации Борисом Ельцином, до конца не определившись, чью сторону принять. Лебедь с дивизии десантников были предоставлены сами себе. Дошло до того, что в прессе появилась информация, генерал Лебедь застрелился. И после этого, буквально через несколько минут, он зашёл к министру обороны, к Язову. Тот говорит, ну, мне передали, что ты застрелился, не вижу причин, чтобы не стреляться. Вот только прошёл этот слух, буквально там через 10-15 минут, звонит Александр Иванович и говорит, я тебя прошу, позвони Ине, скажи, что это бред, что я жив и здоров, что ты со мной разговариваешь. С каждой минутой обстановка накалялась. В Белом доме Ельцин организовал центр сопротивления ГКЧП. Войска пока не вмешивались, но штурм здания оказался неизбежным. В эти дни родилась одна из легенд, сделавшая Лебедя знаменитым. Когда министр обороны Язов, входивший в ГКЧП, спросил генерала о возможности штурма Белого дома, тот доложил, что на площади слишком много людей. Операция по захвату не проработана, жертв не избежать. И добавил, я солдат, а не палач. Так или иначе, но штурм не состоялся. А Ельцин объявил, что генерал перешел на сторону защитников Белого дома. После возвращения нашей группы из Москвы, я их встречал. И первым приехал Александр Иванович, и он первый появился в кабинете. И очень радостный, счастливый, ко мне Юра нам удалось выскочить из этого дерьма, так он сказал, но без крови. Я ему говорю, Александр Иванович, а ты уверен, что мы выскочили? После путча Лебедь стал пользоваться доверием как Грачева, так и Ельцина. Поэтому, как только появилась новая проблема, Приднестровье туда снова бросили генерала Лебедя. Около десятка городов и сел решили отделиться от Молдавии и провозгласили новое государство – Приднестровская Молдавская Республика со столицей в Тирасполе. Они надеялись присоединиться к России. Много лет здесь базировалась 14-я армия. Поначалу российские военные не вмешивались в конфликт. Казалось, что стороны сами разберутся. 18 июня 1992 года молдавский парламент принял решение о создании смешанной комиссии по мирному урегулированию конфликта. 19 июня действительно Молдова вероломно большущими силами нарушилась все договоренности, которые были достигнуты. Начинаются необразимые, идут выпускные, тут артиллерия стреляет, самолеты бомбят, со всех сторон из-за углов стреляют, снайперы стреляют и так далее. И военные, и руководство Приднестровья не ожидали такого наглого нападения. Официально 14-я армия соблюдала нейтралитет. Какой может быть нейтралитет, когда в Тирасполе там живут семьи офицеров или служили бывшие военнослужащие, или они работают в 14-й армии, обслуживают 14-ю армию, они неразрывно связаны. Вдруг этих детей и женщины начинают уничтожать, а мужики сидят в казармах и соблюдают нейтралитет. Это дикость какая-то была. Москва не могла оставаться в стороне. Для оценки обстановки 23 июня 1992 года в Приднестровье направляют генерала Лебедя. Первое, что он там увидел – тела убитых, лежавшие на улицах при 40-градусной жаре. Лебедь начал действовать. Территория очень плотно заселена, и не хотелось бы, чтобы страдали при этом люди, не причастные к вооруженным фракуроватам. На меня работала в тот момент и космическая разведка, и воздушная разведка, и своя разведка, и генитурная разведка. Неделю мы определяли. Склады боеприпасов, склады ГСМ, командные пункты, базы отдыха. В ночь со 2 на 3 июля, в течение 45 минут, отработали всем, чем было, все, что имели. День тишины был. Через день президент Снегра Снегра обратился к президенту Ельцину. Давай будем мириться. Все. Мир в Приднестровье был полностью заслугой Лебедя. В конце июня его официально объявляют командующим 14-й армии. Что касается державы, которую я здесь имею честь представлять, могу добавить еще то, что хватит ходить по миру с сумой, как козлы за морковкой. Хватит. Пора за дело браться. Державность блюсти. Возьмемся. И Ельцин, и Грачев, к тому времени ставший министром обороны, вскоре пожалели, что предоставили Лебедю слишком много самостоятельности. Он становится излишне популярным, выступает перед журналистами и на весь мир говорит нелицеприятные для руководства вещи. Грачев начинает искать повод, чтобы убрать своенравного подчиненного и бывшего друга. Когда-то они вместе служили, но теперь Павел Грачев об этом не вспоминает. Что касается Лебедя, ну что, работает неплохо. Генерал задрал немного нос, действительно посчитал себя такой крупной фигурой. 26 марта в Приднестровье проводился референдум по вопросу вывода-невывода 14-й армии. Из Москвы прибывают депутаты Государственной Думы Журавлев, Большаков, ряд других. За все дни пребывания ни один из них ни разу не ступил ногой на территорию военного городка Российской армии. Зато на пресс-конференции 27 марта вдруг они объявили, что встреча с командованием 14-й армии не состоялась по техническим причинам. Ребята, я не пьющий. У меня нет и не может быть технических причин. Москва начинает искать компромат на генерала, подключает военную контрразведку. Они пытаются завербовать одну из сотрудниц штаба Лебедя. Женщина докладывает об этом. Лебедь взбешен. Он решает проучить так называемых коллег и приглашает журналистов телекомпании совершенно секретно на спецоперацию по задержанию вербовщика. Просветите мне, пожалуйста, про переворот, которые туда особенно интересны. Я хочу разговаривать при присутствии начальника отдела военной контрразведки и без телеками, потому что это касается моей служебной деятельности. Естественно. Начальник военной контрразведки сейчас будет. Если сейчас это подтвердится, я сейчас разговариваю вашу всю контору, забью ее досками, вы будете безработным. Прежде чем вы станете безработным, точнее, вы в камере будете сидеть и прибыть сюда Малякову. Сюжет прошел по центральному российскому телеканалу. Разразился грандиозный скандал. Военная контрразведка попыталась замять дело, сославшись на то, что наблюдение за Лебедем велось негласно и они, дескать, ничего не знали. Генерал им не поверил, однако задержанного майор отпустил. В центре внимания это дело находилось недолго. В октябре 1993-го в Москве усилилось противостояние между президентом и парламентом. Ельцин предлагал изменить Конституцию России, усилив полномочия президента и провести радикальные экономические реформы. Парламент был категорически против. Тогда Ельцин отправляет правительство в отставку. В ответ вице-президент Рудской объявляет себя новым главой страны. Это была попытка государственного переворота. В самый кульминационный момент обе стороны обратились за поддержкой в Приднестровье к популярному в народе лебедю. И Ельцин звонил. И Рудской звонил. Ельцин звонил, чтобы тот выступил, не приехал, а выступил с обращением к народу в плане в том, чтобы предотвратить или смягчить события 93-го года октября месяца. Лебедь ответил, а я кто такой? Я не в полномочий. Меня никто не в полномочий. У меня есть обязанности командующего. У меня достаточно тех обязанностей, которые я выполняю как командующий, как министр иностранных дел, как дипломат. Отказ генерала не остался безнаказанным. Летом 1995-го Лебедь получил приказ министра обороны Грачева о реорганизации 14-й армии. Генерал подал в отставку. Даже пьяницу прапорщика так из армии не выбрасывают. Понимаете, есть какая-то процедура. Хотя все понимают, что он не нужен, что это балласт чистейший. Ничего кроме вреда не приносит армия. Но все равно процедура соблюдается. Это требует закон. Вот в отношении Лебедя его просто взяли в течение одного дня и вышвырнули на улицу. Вчера ты был командующий армией генерал-лейтенант, сегодня ты бомж, грубо говоря. Офицеры 14-й армии были возмущены таким отношением к их командующему. Назревал бунт. Женщины, в том числе его наслужащие 14-й армии, которые не допустили прилета его сменщика Евнеевича, вышли на полосу аэродрома и легли. Там 48 женщин. И самолет с Евнеевичем первый раз не смог. В Тирасполе он улетел на Украину и оттуда же вертолеты, мол, заставляли. Так вот, по этим женщинам Приднестровское руководство возбудило уголовное дело по статье терроризм. Чтобы не нагнетать обстановку, обвинение вскоре сняли. А Лебедь обратился к офицерам с просьбой не создавать себе проблем, так как решил уйти давно и бесповоротно. Он был не согласен в принципе с тем, что делается в стране. Он считал, что происходит развал недопустимый, что этот процесс надо останавливать, иначе необратимые последствия наступят. Он понимал, что из-за армейского забора эти проблемы не решишь. Лебедь с головой ушел в политику, став депутатом Государственной Думы. Но депутатское кресло для него было лишь трамплином для реализации его амбиций. не имея ни копейки денег, не имея никакой крыши, не имея телефона, телефонной связи, и имея задачу стать президентом России через 6 месяцев. Через каких-то январь месяц было, а вот нужно было через 3 месяца уже давать подписи миллион. Его старый друг, генерал-майор Юрий Попов, верил в Лебедя. Он также вышел в отставку и стал помогать ему. В 1996 на пост президента Российской Федерации выдвинули свои кандидатуры более 10 человек. Я вообще диву давался. На кой черт меня наняли писать ему тексты? Он мог писать эти тексты уж точно не хуже, чем я. Он был совсем не тот огромный старшина из Коптерки с тремя армейскими анекдотами, не тот краповый берет, который кулаком стукнет, грохочет. В общем, он был не упал, отжался. Он был умный, тонкий, может быть достаточно грубый, но это прекрасно сочетается. Тонкая интуиция, чувство аудитории, артистическое чувство и такая вот грубая роль. Ельцин и Зюганов были как рак и щука, разрывавшие страну на две части. Поначалу победителем казался Зюганов. Тогда в окружении Ельцина и зародилась идея переманить к себе лебедя. Расчет был прост. Харизматичный генерал отберет часть голосов у явного лидера Зюганова. И тогда у Ельцина будет шанс на победу. Лебедь стал своеобразной третьей силой. С Лебедем мы встречали два раза. Разговор был всегда такой, что в принципе конечно я его склонял на то, чтобы он сдал свои голоса Ельцину. Он как нормальный человек понимает, что выиграть невозможно, но торговался. поэтому Ельцин по-любому так нам казалось во всяком случае, мне казалось, что Ельцин по-любому власть не отдаст и президентом останется. Значит, если ты отдаешь голоса Ельцину, то ты что-то взамен получишь. Какой-то пост. Если ты отдаешь голоса Зюганова, то ты взамен получишь большое коммунистическое спасибо. Вот и все. Поэтому было довольно естественно. Понимаете, вот это как раз причина того, что мы с Александром Ивановичем разошлись. Просто я на каком-то этапе увидел, что действительно вдруг ни с того ни с сего нам начинают помогать люди, с которыми мы готовы непримиримо бороться, которых мы считаем основной бедой страны и против которых, из-за которых мы пошли в политику. И вдруг я начинаю понимать, что мы получаем финансовую помощь именно от этих людей. И от штаба Ельцинского. Выборы в президенты 1996 года стали триумфом генерала Лебедя. По результатам первого тура он вошел в тройку лидеров. С Александром Ивановичем я познакомилась во время его выборов. Я была доверенным лицом. Мы ездили по стране, так сказать, ну, агитировали голосовать за господина Лебедь. Попадали мы в разные ситуации, будем говорить честно. Где-то нас принимали, а где-то не очень. Но, как говорится, все мы преодолели и все-таки мы добили своего. Александр Иванович был выбран. Лебедь не просто миновал 5-процентный барьер, а получил почти 15% голосов избирателей. Никто не ожидал такого расклада. Заметьте, он Ельцина, особенно последние, там, недели агитации, он его сильно не поливал. Кого угодно, но безфамильный. Ну, это, кажется, были плоды наших политических таких вот переговоров. Но дальше вопроса наверняка он бы не согласился пойти из депутатов, из кандидата президента на госсекретаря. Он просто с Ельцина заранее договорился, что очень было сильно золу на Врачева, что Грачева снять. Поэтому Ельцина фактически сдал Горбачева за Лебедя. Ой, Грачева за Лебедя. На следующий день после первого тура президентских выборов министр обороны Павел Грачев был отправлен в отставку. А Лебедь получил должность секретаря Совета Безопасности с особыми полномочиями. Это назначение вскоре обернется против него. Он был направлен в Чечню как полномочный представитель президента. Что делало российское руководство по регулированию чеченской проблемы? Он ничего не делал. Я поставил точку. Не боюсь умрять от скромности. Действительно так. Я лично поставил точку в этой никому не нужной кровавой бодяге. 31 августа 1996 года в небольшом селении Хасавюр Лебедь по поручению Ельцина подписал с Асланом Масхадовым начальником штаба сепаратистов заявление о прекращении военных действий и выводе федеральных войск из Чечни. Это был исторический шаг. Хасавюртовское соглашение положило конец первой чеченской войне. Когда я подписывал Хасавюртовское соглашение, мне было вполне конкретная цель прекратить работу фабрики смерти с производительностью 300 трупов в день. Мы сегодня знаем, что вся Чечня молится на Лебедя. Вся Чечня. Все вот, сколько я знаю, все молятся сегодня на него. И его искренность, честность, принципиальность, она должна ему помочь. Однако в России действия Лебедя вызвали неоднозначную реакцию. Доверие к генералу резко упало. Я согласен с теми военными, которые не согласились с Лебедем. Посчитали это предательством армии и предательством интересов тех ребят, которые там погибли, памяти тех ребят. Тем более, что все было готово для того, чтобы завершить военную часть операции. Мы просто опять отпустили этих отмороженных очень многих. Выпустили за пределы кольца и продолжали хлебать последствия этого Хасавюрта. Пусть Хасавюрт был позором для России, но все-таки вы спросите у матерей, как для них лучше снаряд получать в гробах или чтобы они живыми вернулись. Александр Иванович сам признавал последние годы своей жизни, что вот тот, если назвать его политический эпизод и промежуток его жизни, он был не совсем удачным. Через три года произошло бандитское нападение на Дагестан и в итоге мы пришли ко второй, как сегодня называют, кампании. Несмотря на то, что Лебедь послушно выполнил задание Ельцина на Кавказе, на посту секретаря Совета Безопасности он продержался недолго, всего четыре месяца. Ельцин уже болел так сильно, что вот-вот он должен был признаться, что он должен лечь на операцию, это же было накануне буквально. Боялся, что ляжешь на операцию, а Лебедь тут сейчас все быстро не захватит. В октябре 1996-го Лебедь был отправлен в отставку. Позднее в своей книге он напишет, что это был самый счастливый период в его жизни. Никаких баталий, разъездов, все свое время он наконец-то смог посвятить семье. К тому времени у Лебедя дети уже были взрослыми. Старший сын Александр стал военным. Младший Иван бизнесменом. Дочь Екатерина вышла замуж за офицера, не работала, воспитывала детей. Внуков Лебедь обожал. Внуки там лежат, те на голове ходили. Все, это святое, меня сегодня не будет. У меня не приезжают водолки. Обходите без меня, товарищи. В последние годы собраться всем вместе им удавалось только по праздникам. Больше всего семья Лебедя любила совместные чаепития. И внуков, и деда объединяла одна общая страсть сладкому. Вот он любил сладко, конфеты, пирожные, вот все такое. Особенно мишка косолапа, вот такие все эти. Вот он расставлял и любил хорошие сирии. Друзья часто приходили к Лебедям в гости. Инна Александровна была великолепной и радушной хозяйкой. Тон в доме задавала она. Когда он приходил домой, он становился совершенно другим. То есть в доме главнокомандусе была жена. в хорошем смысле слова. В этот период Лебедь наконец-то осуществил мечту своей жены. Она хотела увидеть Париж. Александр Иванович все устроил так, словно они отправились в свадебное путешествие. Это была незабываемая поездка. В первый же день в Париже они ужинали в небольшом плавучем ресторане. Танцевали весь вечер, звучала приятная тихая музыка. Вокруг было много цветов, горели свечи. Мне даже кажется, что все, что он в жизни делал, он пытался ей доказать всю свою жизнь, что она сделала правильный выбор, когда пошла за него замуж, потому что именно он достойный ее руки. В Париже они познакомились с Оленом Делоном. Александр Лебедь и знаменитый французский актер, как оказалось в прошлом тоже десантник, встретились на записи телевизионной передачи. Они подружились как два десантника. И он сказал, что Александр ему сказал еще до выборов, это еще в 97 году, что я тебя приглашаю на свой день рождения. Когда Делон приехал на день рождения к Лебедю в апреле 98-го, тот уже снова был в эпицентре политической борьбы. На этот раз за губернаторское кресло Красноярского края. В то время можно стать президентом через губернатора. Дорожка была прямая, выборная. Действующий губернатор Зубов не воспринимал Лебедя как серьезного противника. Он был для края чужим. Однако Лебедь быстро завоевал любовь красноярцев. И визит французской звезды только способствовал укреплению его авторитета. Это прекрасно понимали противники Лебедя. Ну там начался возьмя такая кресина. Сначала запретили на Далону на его самолете прилететь. Ну хрен с вами я прилетел. Все на рейсах. Ну к тому видно им дошло, что это же политический скандал. Звезда мирового экрана вдруг запрещают прилететь в Красноярск. Ну естественно уже там так сказать когда он прилетел то там начали провокационные всякие вопросы задавать на счет того, что мол сколько вам заплатили. Ну у нас в деньгах не нуждаюсь на это достаточно того, чтобы обеспечить себя. Я приехал к другу. Я Александр Лебедь возлагаю на себя властно-распорядительные полномочия по управлению молодчим Красноярским краем клянусь. Губернаторские выборы Лебедь выиграл и сразу же столкнулся с большими проблемами. Вся власть в регионе была в руках известного Красноярского криминального авторитета генерального директора КРАЗа Анатолия Быкова. Лебедь инициировал против него уголовное дело. Быков был арестован. Но многие считали, что их негласное противостояние на этом не закончилось. Конфликт начался прежде всего с того, что людей Быкова не оказалось в окружении Лебедя, что было естественно, почему же Лебедь должен опираться на людей Быкова. Но поскольку при этом были выбраны другие помощники крайне неудачные, вот как я уже сказала, эти молодые ребята, которые выходные летали в Москву на отдых, относясь к Сибири как к колонии, то Лебедь одновременно оказался удачным объектом для атаки. Лебедю, который плохо разбирался в экономических вопросах, столичные специалисты были нужны. Но недоверие к ним стало распространяться и на губернатора. Популярность Лебедя пошатнулась. Произошел вот этот вот некий надлом, который сначала заключался в том, что он не сумел стать губернатором, который там был бы номер один в Сибири, а бесспорно Лебедь имел право быть только губернатором номер один. Для него поста губернатора номер два, номер три, для него не сочетало, это было бы абсолютное поражение. Это не тот человек, это тот человек, которого страшили по гамбургскому счету. Лебедь начал активно заниматься культурой, спортом и образованием. Здесь ему удалось сделать немало. Гражданским подвигом Лебедя я считаю то, что он сумел изыскать средства, найти подход к олигаркам в глиноземных алюминиевых делах, изыскал средства для организации в Красноярском крае четырех кадетских корпусов для юношей и двух мариинских гимназий для девочек. Жена Александра Лебедя как всегда была рядом с мужем. Всю жизнь она соблюдала установленные мужем правила. Жена командарма интервью не дает. Так она ведет себя и до сих пор. Но если до Красноярска она могла оставаться в тени прославленного генерала, вести дом, воспитывать детей, то теперь в качестве первой леди Красноярского края Инни Лебедь все-таки пришлось стать публичной фигурой. У нас же принято там, жена президента что-то ведет. Жена губернатора тоже что-то ведет. Вот когда ей предложили что-то выбрать, она же могла что-то выбрать. Она сказала, вот я буду детьми заниматься. И занималась именно детьми. Губернаторской мечтой Лебедя стало строительство горнолыжной трассы и спортивного центра. Он был покорен красотой красноярских пейзажей. Лебедь занялся скалолазанием и научился кататься на лыжах. Планов было много, а край благодатный. Сразу же здесь в городе есть условия заниматься и горнолыжным спортом, и сноубортом, и фристайлом, и просто туризмом. Глава Олимпийского комитета поделился идеей губернатора с Владимиром Путиным. Лебедь с президентом общался редко. Во время встреч в Москве они обсуждали только актуальные проблемы края. Визит Путина в Красноярск в марте 2002 года оказался для всех неожиданностью. У Александра Лебедя было потрясающее настроение, он сразу позвонил, что все у него получилось, все задумки поддержаны президентом, и спасибо, что ты приезжал, и приезжай снова, мы откроем с тобой горнолыжный центр, который он мне хотел в те дни показать. В тот роковой день 28 апреля 2002 года Леонид Тягачев не смог приехать на открытие горнолыжной трассы. Лебедь полетел без него. После гибели Александра Лебедя появилось много версий случившегося. В числе причин называли сложные погодные условия и месть главного врага Анатолия Быкова и даже участие спецслужб. Лебедь мог стать серьезным противником на очередных президентских выборах. По-моему, никто и не поверил в это. Даже тот же Зюганов заявил, что Лебедя угрозил. Там было, если рассчитано, это было так рассчитано, ну, точно. То есть весь двигатель упал на него. Когда подают вертолет, который всегда летал с губернатором, да, а за пять дней и до этого он передается в аренду какой-то сургутской компании. Вертолет, который везет вип-персону, да? Наверное, это странно. Экипаж меняется за три дня. Дают карту для полетов на большой высоте, где Леб, вообще, карта старая не предусмотрена. государственная комиссия, расследовавшая авиакатастрофу, сделала вывод, что результатом падения вертолета стала неудовлетворительная подготовка экипажа к выполнению полета. Родные Лебеди отказались от возбуждения уголовного дела. Алексей Лебедь, губернатор Хакасии, сказал, что его брат, если бы остался жив, не стал бы подавать никакие иски. Тем не менее, дело было возбуждено. Пилот Тахи Рахмеров получил четыре года лишения свободы в колонии и поселении. Алексей Курилович три года условно. Свою вину летчики не признали. Александр Лебедь один из самых ярких и неоднозначных политиков новой России. Он был настоящим героем, боевым офицером, честолюбивым и непримиримым. Его выступления расходились на цитаты, про него сочинялись анекдоты, его любили и ненавидели, боготворили и боялись. А он искренне верил в то, что может изменить мир. и неизвестен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok